Этого человека знали многие люди в городе, чья деятельность связана с музыкой и культурой. Хаирбек Исабекович Асланбеков, маэстро Асланбеков, как называли его друзья и коллеги. До последних дней своей жизни он работал на музыкальном факультете Дагестанского педагогического университета. Старшим преподавателем, заведующим кафедрой пении и теории музыки он, как говорится, ставил голоса молодым начинающим вокалистам. Когда в Махачкале открыли театр оперы и балета, Хаирбек Асланбеков, несмотря на свой немолодой возраст, стал совмещать там работу хорместера и солиста. Обладая сильным и красивым голосом, с детства имея непреодолимую тягу к музыке, Хаирбек Асланбеков почти не выходил на сцену, не исполнял сольных партий. Единственная песня, которая была написана специально для него и исполненная им впервые в возрасте 65 лет, принесла ему запоздалую славу и признательность. Ах ты! Послевоенные годы! В доме на одной из улиц в старой части селения, где жила семья Асланбековых, всегда было оживленно. Звучали песни, играла музыка. Глава семьи Исабек Асланбеков, бывший бакинский рабочий, играл на таре. Мать Фатима звучным красивым голосом пела. Ей подпевали дочери и даже соседи. В этой атмосфере рос маленький Хаирбек. Часто он слушал радио, из которого лились азербайджанские песни. С детства вместе учились в Ахтынской средней школе номер два. Когда мы учились, он в пятом классе выступал по радио, пел совместно со своей сестрой Светланой Себековной. После этого мы, ну, друзья, дали ему имя Ахтынский Рашид Бейбутов. Он ответил, я постараюсь быть по нему похожим. Старшая сестра Хаирбека Асланбекова Светлана тоже пела с детства. Мама не разрешала ей выходить на публику. Но вмешались партийные работники села и уговорили родителей дать девушке поработать в театре. Ведь были военные годы, и нужна была идеологическая пропаганда и поддержка духа населения. 13-летняя Света Асланбекова играла в Народном театре в спектакле Идриса Шамхалова «Периханум». Эту роль могла играть только артистка с сильным голосом. Хочу поделиться с вами, что у меня есть сестра Света Асланбекова. Она еще в детстве поразила меня своим голосом. Как я ее услышал, тоже захотел петь и ничем другим больше не мог заняться. После окончания школы в 1956 году Хайрбек Асланбеков поступает в Махачкалинское музыкальное училище. Экзаменует его сам Готрид Алиич Гасанов. Хайрбек становится студентом дирижерско-хорового отделения. И многие молодые люди, с которыми он там познакомился, стали ему близкими друзьями и коллегами на всю жизнь. Хайрбек, конечно, удивительный человек. У нас были, не просто мы учились, мы были знакомы, когда учились в музыкальном училище, это 50-е годы прошлого столетия. Мы жили в одной комнате, в двух квартирах съемочной квартиры в Махачкале. И мы ходили вместе заниматься. И удивительный был человек не только как певец, человек был очень чистый, очень добрый. Вот я не помню ни одного случая, чтобы у нас были какие-то разногласия, в каких-то вопросах там. Ну, бывали такие, например, однажды я говорю, давай поедем поездом. Мы сперва так ехали, в Ахты самолетом. А потом оттуда я еду к себе домой, в Хлют, а он остается в Ахтах, и я приезжаю к нему в Ахты, или он приезжает ко мне в Хлют. И такие были, я говорю, давай поедем поездом. Романтика поездом, знаете, как интересно. Вот такие были моменты у нас. С первых дней учебы в музыкальном училище Хейербек учился на хорошо и отлично. Потребность петь была постоянной. В 1958 году он идет работать в хор дагестанского радио, где знакомится с такими выдающимися исполнителями народных песен, как Рагимат Каджиева, Бурлят Ибрагимова, Муи Гасанова, Патимат Исакова. Особенно значимым событием в жизни молодого человека стало его участие в декаде дагестанского искусства и литературы в Москве в составе хоровой группы государственного ансамбля песни и танца Дагестана. Позже Хейерберг Исабекович так писал об этих днях. Только в такой стране, как СССР, маленькая республика Дагестан за короткий срок сумела вывезти в Москву и подготовить весь творческий потенциал республики – свыше 800 человек – и устроить их в престижных гостиницах столицы. В последний день декады, 19 апреля 1960 года, Кремлевский театр был забит зрителями столицы. За дирижерским пультом стоял наш земляк Джамал Эдин Далгат, главный дирижер Ленинградского Мариинского театра. Концерт, который зрители слушали с большим интересом, закончился произведением Сергея Агабабова на слова Тагира Хурюкского «Свети мой край». Зрители аплодировали стоя. Спасибо, слава Дагестану! Хейерберг Асланбеков заканчивает учебу в музыкальном училище на «Отлично» и по направлению от Министерства культуры республики едет учиться в Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова. Заслуженный деятель искусств республики Дагестан Абусупьян Аликараев был однокурсником Хейербека Асланбекова и в музыкальном училище и в Саратовской консерватории. У консерватории было очень маленькое общежитие, и мы не получили общежитие. И нам пришлось на квартире жить у одной старенькой Варвары Андреевны. Учились мы, конечно, с энтузиазмом, с интересом. Каждый день где-то с 4-5 часов занимали аудиторию класс и без 15-12 ночи давали большой долгий звонок, что означало «Освобождайте аудиторию». И вот без 15-12 мы уходили домой. И учились мы, честно признаться, без троек. Без троек учились. Поэтому требовалось, чтобы мы ежедневно вот так вот занимались. В декабре 1964 года по поручению Министерства культуры Дагестана в Саратов приезжает руководитель филармонии Лавры Альиев. Он предлагает Хайербеку Асланбекову, студенту третьего курса консерватории, вернуться в Махачкалу и взять на себя руководство государственным ансамблем песни и танцы Дагестана. Посоветовавшись со своими педагогами, Хайербек Асланбеков принимает предложение. Перед молодым руководителем была поставлена задача вернуть былую славу старейшему творческому коллективу республики, созданному еще в 1935 году. Хайербек Асланбекович рассказывал, что когда он приехал и увидел помещение, здание ансамбля, которое он знал еще по декабе, когда это мощное выступление, кантаты хоровые исполнялись Дагирова, с хором Свешникова совместно выступали знаменитым государственным хором России. То есть такие перспективы. Ведущий коллектив, можно сказать, из автономии вообще всей нашей страны, и он увидел, что коллектив просто находился в упадке. Были набраны молодые перспективные музыканты, хореографы, поменялось руководство. И буквально через три месяца они совершили первую гастрольную поездку, притом многомесячную, ну, в соседний Азербайджан. Азербайджан, Казахстан, Молдова, Грузия, Армения, а также Сибирь, Урал. Ансамбль гастролировал по всей стране, представляя песни, танцы народов Дагестана. Ансамблю было предоставлено несколько вагонов в составе, где они потом и, в общем-то, жили, переезжали, то есть это прицепные были вагоны, и практически они всю республику за несколько месяцев, ну, чуть больше месяцев, они объездили. Это о чем говорит? О том, что коллектив смог под его руководством справиться и сделать новую программу, потому что гастроли, они подразумевают, в общем-то, исполнение сольной программы. Хорбек Сабекович включил те произведения, которые уже становились классикой. Это произведения Гасанова, Дагира, вот я знаю его одно из самых любимых произведений, о копыльных произведениях, летний вечер был, он его, в общем-то, при возможности везде исполнял, с различными коллективами. И долгое время Хорбек Сабекович работал, совмещая должность художественного руководителя, с хормейстером, потому что вот такого уровня человека, ну, знающего, в общем-то, и вокальную культуру, и хоровую культуру, вот, ну, их были единицы. Деятельность Хорбека Асланбекова была отмечена руководством нашей республики, дипломами, почетными грамотами от Обкома партии и Министерства культуры. В 1973 году Хорбек Асланбеков становится преподавателем факультета музыки на кафедре хорового дирижирования. Он долго не мог привыкнуть к новой профессии. В его ушах звенел многоголосый хор, гудели колеса поездов и автобусов. Хорбек Асланбеков скучал по своему коллективу. Колоссальный опыт работы в ансамбле, знания, приобретенные в консерватории, дали возможность Хорбеку Исабековичу стать отличным педагогом. Я помню, когда еще я учился, хор у нас был огромный при музыкальном факультете. И хор пел прекрасно, профессионально. Он слышал каждый голос. Ну, было как-то, я даже на октаву ниже пел, потому что все время меня, как бы я должен был тенору за собой повисть, а это нелегко. И я на октаву ниже потихонечку стал петь. Он сразу это услышал. Прекрасный слух был. По его совету, в общем-то, я и продолжал учиться в консерватории после музыкального факультета. И он об этом везде говорил, что вот я ему рекомендовал, что надо учиться вот с твоим голосом. Хайор Викас Абекович, он был рожден музыкантом. Он по природе, по своей, именно музыкант. Очень тонко чувствующий музыку, по-настоящему тонко, без слов. И очень любящий музыку, действительно. И весь его педагогический процесс проходил сквозь призму именно любви к музыке. Он сам прошел весь путь от простого горского мальчика к действительно такому очень крупному музыканту. В конечном итоге пришел, прошел все этапы своего развития, получил соответствующее образование. И вот где бы он ни работал, он прежде всего был именно музыкант. И вся его деятельность, она была окрашена вот этой любовью к музыке. Любовь к музыке, тонкий слух и красивый голос были даны Хайербеку Асланбекову от природы, а вернее, передались по наследству от матери. Она же была причиной того, что Хайербек, признанный и востребованный вокалист, не мог выйти на сцену как певец. Лишь друзья и близкие знали, как красиво может петь Хайербек Асланбеков. Он ко мне приходил, пел песни разного и на резгинском, на азербайджанском и на русском. У него голос какой-то, знаешь, вот соседи всегда приходят, что у вас свадьба, что ли, говорит здесь. Узгий круг писателей, друзей, имама Асланова собрались отдельно там у ректора. И вот там как раз мы познакомились с Хайербеком Асланбековичем. И вот тогда он, я услышал, он там пел, пел он народные песни лизгинские. И я был просто ошарашен. И я сказал, ну а почему вы скрываетесь, вас должны слышать весь народ, почему вы прячете такой великолепный, такой неслыханный такой голос. Он категорически отказывался петь. И вот я его уговариваю, Хайербек, давай это самое, я тебе запишу, напишу песню специально для тебя, чтобы ты исполнил. Я, Мехамедс, а ты же знаешь, как относятся моя мать, родители. Когда я занимался, писал эту песню, показал ему, он говорит, храйдаш, исполни. Я не ожидал, конечно, что так хорошо. Песня, посвященная матери. Композитора Магомеда Гусейнова на слова поэта Арбена Кардаша прозвучала впервые в исполнении Хайербека Асланбекова на юбилейном концерте Магомеда Гусейнова. И это стало сюрпризом не только для авторов, которые не ожидали, что прозвучит она настолько красиво. Магомеда Гусейнова Хербек Исабекович Он работал в нем дирижером-хормейстером и солистом-вокалистом Участвовал в постановках «Хачбар» Готфрида Гасанова, «Ирчи Казак» Наби Дагерова, «Шарвили» Магомеда Гусейнова Яркий был человек, очень порядочный, очень чистый, очень доброжелательный, очень веселый, талантливый У него прекрасный тенор был, был ведущим артистом хора в теноровой партии нашей Так что мы на него всегда надеялись, и он активно так, с такой самоотдачей всегда пел Просто на него было очень приятно смотреть, как он весь отдавался этому исполнению И вся партия теноров вся шла за ним И, конечно, на нем держалась эта партия теноров А после его ухода из жизни, так сказать, из нашего коллектива, почувствовалось такое обеднение Пока жив человек находится среди нас, мы не придаем значения многим его качествам Которые потом, при воспоминаниях о нем, окажутся важными и яркими чертами его характера Хейербек Асланбеков ушел из жизни в конце 2014 года Когда внезапно и неожиданно для друзей и близких Профессор музыки Юрий Геннадьевич Ханжов уже несколько лет собирает архивный материал Для написания книги об истории развития музыкального искусства в Дагестане Когда я писал книгу, которая охватывает период 1961-1965 год Я многое узнавал у Хейербека Аслабековича Он мне как раз рассказывал про ту историю, которая происходила с ансамблем песни и танца Он мне давал какие-то фотографии, документы То есть на что можно было опираться, чтобы все это зафиксировать и дать какую-то научную оценку Но судьба распорядилась так, что еще не закончив этот том Хейербек Аслабекович ушел из жизни, это было очень неожиданно По-моему, до последнего дня он даже ходил на работу И я потом понял, что этот том должен быть посвящен памяти Хейербека Аслабековича И вот этот том еще не закончен Но посвящение светлой памяти Хейербека Аслабековича Аслабекова посвящается Я думаю, это дань памяти, дань нашей дружбы и дань уважения к этому человеку Как преподаватель, он был такой вот очень благожелательным студентом Он себя ставил на их место и все время им рассказывал, как он в молодости приехал сюда, вот с Ахтов Как он вообще никогда не видел в жизни инструмента Для него это что-то было интересно, ужасно, он говорит, чудовище для меня оно было И как-то вот проецировал себя И студенты это чувствовали, что он к ним с теплом относился Ходили на уроки с большим удовольствием Он сам понимал, что они не знают нотной грамоты Вспоминал своего деда и спрашивал, вы никогда не стесняетесь Если вы не понимаете, что я говорю, никогда не стыдно подойти к другому преподавателю У меня никаких нет амбиций, чтобы узнать что-то новое Потому что он всегда приводил пример, как в консерватории Один урок другого преподавателя дал ему очень много Больше к тому, к тому, к кому он ходил В компаниях он был незаменим, потому что музыку любил И только ему тональность какую-то, он уже запоет, но душа музыкальная Люди, которые связаны с искусством, должны быть такие, как Хайрбек Сабекович Я его знал очень хорошо Как преподавателя, как человек Он был очень таким добрым Поддерживал во всех планах То есть он понимал и бедных студентов, которые не могут себе там что-то купить Или там пообедать, он мог дать деньги, отправить Такое тоже бывало Распевки и упражнения, на них был самый большой акцент у него И я сейчас, тогда я этого не понимал Я сейчас понимаю, что это очень важно Что, ну, как спортсмен, который постоянно тренируется Так же и певец должен постоянно распеваться Он нам постоянно это говорил Сейчас я это понимаю, жаль, что тогда не понимал В этом году заслуженному деятелю искусств Республики Дагестан Музыканту, дирижеру, хормистеру и певцу Хайрбеку Асланбекову Исполнилось бы 80 лет У него на родине вахты Земляки планировали организовать и провести юбилейные торжества С его участием И никак не предполагали, что 80-летие маэстро Асланбекова состоится без него Как день памяти Сегодня начинаются торжества, посвященные выдающимся деятелю культуры и искусства Дагестана Асланбекову Хайрбеку Эти торжества состоят из двух частей Первая часть – это открытие выставки у нас в музее Посвященное ему жизни и творчеству его И вторая часть – научно-практическая конференция Также посвященная жизни и творчеству этого выдающегося дагестанца Который состоится у нас в читальном зале На открытии памятного стенда в Ахтынском краеведческом музее были друзья Родные и близкие Представители и работники местной администрации Деятели культуры и учащиеся школы номер два В которой когда-то учился Хайрбек Асланбеков В экспозиции были представлены фотографии, документы, награды Статьи о нем и сборник лесгинских народных песен Над которым в последние годы жизни работал Хайрбек Асланбекович Затем состоялась конференция в читальном зале библиотеки Где все, кто его хорошо знал, делились своими воспоминаниями А артисты Ахтынского дома культуры исполнили песни Немаловажную роль в организации памятных мероприятий Сыграла супруга Хайрбека Асланбекова Бече Айсамудиновна Тихая, скромная женщина, которая всегда оставалась в тени своего известного мужа Он заслужил своей работой, жизнью и своей деятельностью Чтобы его помнили коллеги, друзья, родственники Помнили и уважали В семье племянника Хайрбека Асланбековича Асланбека Год назад родился внук, которого назвали именем известного родственника Здесь, в Ахтах, у него на родине, его всегда ждали Обязательно на все мероприятия родным и близким Всегда он приехал, посещал Ни разу я такого не видел, что он какие-то мероприятия пропустил В родном районе, в родном селе Никто не уходил, пока он не спел на этих веселых мероприятиях Все ждали, что он споет Так говорили многие, вспоминая маэстро Асланбекова И приходится сожалеть, что в записи осталась Лишь одна песня в его исполнении Песня, написанная специально для него Композитором Магомедом Гусейновым И поэтом Арбедом Кардашем Баллада о матери Магомедом Гусейновым Композитором 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 Магомедом Гусейновым